Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного Христос воскрес Номер 169 События дня, проповеди в стихах 28 мая 2016 года Владимир Галиндухин, Христос воскресе, мир вам, Игнатий Тихонович Благодарю за душеполезные строки стихотворения Хочу поделиться продолжением истории о перепетиях в нашем храме во имя Иоанна Кронштадтского После снятия с прихода отца Андрея нашего священника митрополитом Кириллом Был поставлен совсем молодой отец Николай С Володей Пищиковым и членами нашей общины Мы пытались провести занятия по слову Божию и вообще предложить свою помощь В ответ он выгнал нас и запретил нам собираться в храме Члены нашей общины поехали в Викторинбург к владыке Кириллу Просить о возвращении нашего отца Андрея на приход Будем молиться и уповать на милость Божию Спаси Христос Ну что могу сказать, Владимир? Как правило, архиереи не слушают и не ставят на место Власть То есть более властолюбивого трудно найти человека, как когда он делается священником Вот которые знают, друзья вместе выпивали там, работали Его поставили священником Теперь приходит он, встречается О, здорово, Володя Какой я тебе, Володя? Я тебе сам, Владимир теперь О, надо же Он разговаривает еще попрозже По-прежнему Вчера еще только были вместе-то Сидели, разговаривали, вместе машинизли Теперь надулся, как пузырь Ломаного гроша ведь не стоит Раньше срок рукоположен 30 лет Он изверженный Он совершенно не священник Ряженая И вот Слово Божие Собирается Сколько надо узнать? Я не знаю Ну, не 30-летний Это определенно Очень молодой Это Ну, может ли, там, 20 Есть или один А то, бывает, 17-летние Уже архимандриты Приезжают Просто диву дается Еще он За что? Какой частью тела Или души он угодил Архиерею Это уже Не все открыто бывает Ну, ладно Вот-то на глаза уже Смотрите Екатеринбургской Епархии А что можно сделать? Да ничего Молиться Отдельно собираться Хорошо, что пригласили Он не будет говорить Что Отец Николай Да какой он отец? Он никого не родил Ничего Пустой звук Пустой звук Это О Только О Хоть будешь Ой-ой-ой Кого ставят-то И потому Я каждый день Это вижу Каждый день Ну, прямо Вот только недавно Ломался С моими ящиками Там разбивали Месть Сейчас Епископ Уже Епископ Какой епископ Он писку не должен Издавать Даже Ни писания Не знает Ни жизни Ни чего Исповедует Женщина Он не должен Ее видеть В глаза Согласно Канонов А он стоит И Ломается Тут Ну вот Пока Что тут Сказать Это было У Николая Сейчас Ушеску В Румынии Священника Переводить Он Я со своей пастой Убрать Ну как власти Делают Уполномоченные По религиозным Пультам Священника Спрятали Где-то Народ Недоволен А дальше Армия Последний Наконец Расстреляли Его Вместе С его Женой Еленой С профессором Все Из-за Священника Началось Они еще Не знают Чем это Какими Бедами Грозит Юлия Здравствуйте Дорогой Игнатий Тихонович Надежда Никита Владимир Виктор Всех Знает Спасибо За вашу Молитву Спасибо Это не надо Говорить Спасибо Христос О безопасном Перелете Из Греции Я просил Вас Помолиться За перелет 25 мая Мы молились Об этом Думаю Нас помиловал Бог Так как Были Некоторые Странности На борту Весь Путь Мы молились Спасибо За то Что вы есть Храни вас Бог Не спасибо А спаси Христос Говорю Чтобы имя Христа Произносилось А спасибо Оно Ничего Не значит Это Выдум А спаси Христос Пожелание Спасения Я вчера Выставил Стихотворение Одно Как в жизни Бывает Встречи Какие-то Повторя Я не поэт Это даже Не стихи Я называю Проповедью В стихах Ну а смысл-то Заложен В них Такой что Некоторых Трясет Даже меня Судили За эти стихи А чтобы Судили За стихотворение Это Где-то Близко К Мандельштаму Подходит За что Судили Парстернака Эпиграфы У меня Везде взяты К стихам 3467 Стихотворения За 9 лет Написаны были По 9 куплетов Но это Труд Большой труд И вот Откликнуться Попрошу Кто слушает На это стихотворение Деяние 2627 Веришь ли Агриппа Пророкам Знаю Что веришь 2622 Но получив Помощь От Бога Я до сего дня Стою Свидетельствую Малому И великому Ничего не говоря Кроме того О чем Пророки Моисей Говорили Что это будет Вот я ни о чем Не говорю Кроме написанного В Святой Библии И поэтому Которые нападали Все это Как мошкара Сгинут Стридобушка Покроет их лица Что они нападали Когда можно было Чему-то научиться А касаешься Ничего нету Крестят Варганят Как попало Все за деньги Все за деньги Все за деньги И Еще начинает Кого-то поносить Акстичь Как говорят Старые люди Перекрестись И начинай работать Работать Я вот В эфире Вот в этом сижу Сейчас вот Сейчас я посмотрю Сколько Пять часов Вот я с трех часов Двадцати минут Ночью уже сижу Почту разбираю Туда-то сюда Не все вставляю Немного Вот стихотворение Какое Вот и окончен путь С попутчиком Расстались Три дня Мореный воздух Вместе ели Мы оба Затерялись В толщине Вокзальной И встретимся Лишь в этом Грешном Стеле И встретимся Ли Но предстоит Нам встреча На суде Который Страшным Называют Шепот И вряд ли Что важнее Для людей Увидеть Свет Христов Через мирскую Копоть Три дня Вагоном Гроби Провели Впервые Слышал Он Евангельские Строки Глухой Расслышал Как Господь Велик Пришедший К собеседника Порогу Незаходимая Звезда Перед рассветом Впервые Указала На Христа Ответы Записала На кассете Все Начиная С чистого Листа Такого Благодарного Соседа Как Евнух Казначеев Иоплянин Мне Его Выслал Два Билета Кассир На место Дал Одно Хотя И был Не пьяный Расчерчен Был Его И мой Маршрут От Вечности Две Колеи Сошлись Зажали Нас Разговорились Вдруг В вагонной Полутьме Не разрешая Лиц Перекрестившись Трижды Не случайно Ему Я вызов Бросил К разговору Нас Не развел Над поездом Начальник На скором Поезде Знакомились Мы Скоро Благословенный Час Ночной Молитвы Он согласился Преклонить Со мной Колени Наш Разговор Тандем Был Нераздельно Слитным До самого Утра Когда Подсел Военный Наш Наш Мир Разговор Об Иисусе О Вечности О Пролитой Крови Как Изостранцы Были Мы Для Русских И Только Дух Христов Мог Разум Обновить Восьмого Октября 2004 А куда Едете Ребята Да Мы Едем Кажется С Украины Куда То Завербовались Едут И в одном Поезде Оказались В одном Вагоне В одном Купе Купе Ну Купе Называем В общем Вагоне Коснулся Господь Всех Четверых Я Слажено Подстерп Разъезде И они Со мной Мы Никуда Больше Не Поем Я Кое Кое Как Их Проводил Ну Вы Встретите Еще Будете Верующих Да Почему Нам Никто Раньше Не Сказал Да Зачем Мы Жили Трезвые Не Курят Хорошие Ребята Молодые Все Мужчина Один Так Уже Постарше Там Лет 28 Видите Как Удивительно Было Сразу После Того Как Я Получила Ваши Ответы Пошло Движение По Моим Вопросам Было Удивительно Это Мне Все Пишут Только Думаю Задать Вопрос Встретились И я С ним Разговариваю Это И в университете И по радио И везде Как Вы могли Узнать Мои Вопросы У меня Именно Этот Вопрос Стоял Я Этого Не знаю Это Дар Благодать Божия Вот Это Благодать Божия Вот Пусть Дворкин Похвалится Благодатью Божией Хвалящийся Хвалить Господом Что знает Его Ты Не знаешь А ты Знал Мне говорят Ну а ты Знал Нет Да Конечно Нет Я Ничего Не Знал И Все У меня Вообще Знаний Никаких Нет Так Разобраться Вот Писание Это Бог Дал Мое Что Есть Того Чтобы Было Твое Ничего Нет И Вот Сегодня Тоже Сын Четыре Годика Попросил И мы Зашли В наш Храм Недалеко От дома И Вдруг Нас Приглашают Прямо В храме На просмотр Фильма В помещении Воскресной Школы Ну конечно Не нас Одних А всех Кто Был Там Малыш Дал Посмотреть Недолго Дома Уже Увидела Полностью Фильм Бог Не Умер 2014 Год Вот Но Дед Показался Весьма Полезным С уважением Екатерина И Спасибо Христос Вот так Надо отвечать Правильно Вот А я тут Сразу Ей Подставляю Сихотворение Чтобы она Прочитала Будет смотреть Этот ролик Ио 3 16 Разумеющие Равновесие Облаков Чудное дело Совершеннейшего Знания Это Эпиграф Такой Беру Что польза нам от этих книг И прозы Неправильно Начало Что польза нам от этих книг Поэзии и прозы Когда считающая из них Не извлекает пользы Не просто пользу Но душе Как жить В греховом бороться Для взрослых И для малышей Она Сестра Не гостья Сисло Бесчетное Томов В библиотеках Разных Но место Библии самой Не занято И праздно На все На все Найдешь ответ В чудес На этой книге Так почему Ж ее здесь нет Я с удивлением Скрикнул Библиотекарша Тот час Засуетилась Срочно И для отвода Наших глаз Несет каталог Тощий Газеты старые Но в них О боге Ни словечка Попался Лермонтова Стих Карандашом Помечен Как будто Кладбище теней Запах тлена Пыльный Но снова Я спросил О ней А раньше Значит Были И тихим Шепотом Склонясь Поведала Смущенно Приехал Как-то местный Князь Партсекретарь Горкома Ее То есть Библию Он взял Не записал И не вернул Два строка Наверное Верующим Стал Признал Христа За Бога Ей Лично Библию Тогда Открыто Подарил Я С ней Горе Вовсе Не беда Она Подаст Вам силы Оставил Адрес Телефон Звоните Рад Услышать Однажды Слышу Как сквозь Сон Меня Девчонка Ищет Теперь Она Давно Сестра Нашедшая Иисуса И ты Вот так Оставь Страх Душой Интересуйся Об этой Книге Книг И мне От этой Книги Книг И мне Простер Спаситель В длани Когда я был И глух И нем И на пути Изранен Но он Склонился И поднял Перевязал Потуже И на Осла Осла Меня Забрал С собой На ужин С тех Пор Для всех Библиотек На всех Столах И полках Желаю Библию Иметь Любой Овце И волку Животворящая Струя Напоит Души Пьяных Чтоб Человека Не стрелять Свои Узнать Изъяны 29 сентября 2003 Года Я Говорю О краевой Библиотеки Видите Какие Я все Описываю О встречах Иногда Филипп пишет Здравствуйте Игнать Тихонович Спасибо за урок В этом Очень сильном Видео Не знаю Почему Вернее Знаю Но оно Меня Торонило Сильно И не тем Разговора А тем Как вы Не реагировали На матюги За кадром И как Закончили Видео Хотя Возможно И вы Не слышали Не идеального Слуха Что там Кричал Человек Муж Этой Женщины Удивительно И вот Беседа Наталья Номер Один Из Германии Видите Как люди Смотрят Находят То что Не каждый Находит Я Вставляю Открываю Замки Снимаю Каждый день На своем Видеоканале Вот сегодня 46 Это ответы По Библии И 65 Занятия По Теревке Но они Не отображаются Так как Они далеко Далеко От начала И там Остаются Но я их Эти Ну ролики Выставляю На свой Вот сюда Вот Мой мир В моем мире Вот они Пришли Или нет Сейчас я Обновляю Вот здесь Вверху Стрелка Загнутая Колесико Сейчас я Посмотрю Как Ну вот оно И есть Встал 65 Занятие А то Событие 11 Второе Еще не Выставилось Работает Закачка Идет Сюда Ну что Здесь Это новое Которое Поставил Вот Ну это Это наш Форум Православный Форум Много Ставится Показывать Тут уже Не буду Много Просто Заходите 1593 Кажется Темы Просто Богатейший Богатейший Наш И очень Удобный Форум Я вот Сколько На форумах Других Бывал Везде Ну мне Так Кажется Кажется Что Наш Очень Умно Составлен Легко Искать Поисковики Какие Не так Что лента Идет Тема По темам А сколько Тем Сколько Полторы Тысячи И полторы Тысячи Можно легко Найти Зарядил Какое-то Одно Слово И все И вот Здесь Что Вот Где Батюшка Стоит Это Пасхальная Тут Это Модератор Работает Администрация И вот К ним Новое Сообщение Когда Зайдете И уже Зашел А дальше Общий Поиск По строчке Ведите И сразу В него Только Откнул И уже Рамочка Вот я Сейчас Ткну Ее Откнул Общий Поиск Смотрите Вот Что-то Вроде Задел Ну Да Пошло Не то А вот Она Есть Вот Она Рамочка Маленькая Ну Что Тут Зарядить Можно Что-то Зарядить Какое-то Какое-то Слово Допустим Фильмы Надо Посмотреть Ага Фильм Вот Фильм Теперь Найти Вот Я Нажал Смотри Как Она Выйдет Сейчас Фильмы Вот Оно В поисках Русской Крови Новый Фильм Константина Душенова Полезные Фильмы Путешествия Пилигрима Вскорь Фильм Остров Как Всероссийское Обольщение Кино Культура И Духовность Так это Только говорю Это тема Здесь О чем Он говорит Допустим Глаз Вопиющего Или второе Крещение Руси Это О нас Фильм Левиафан Андрея Звягинсова Фильм Русь Еще Как Всероссийское Обольщение Вот видите Какие Фильм О Матроне Вот здесь Полезные Фильмы Путешествия Пилигрима Скорь И так далее Ну что Интересует Кто-то Был бы здесь Культура Духовность Вот я сейчас Кнул в него Вот вверху Сейчас она должна Открыть уже Непосредственно Тему Вот смотрите Как Все Вот она Масона Печать Антихриста Рафаил Берестов И вот Вот она Тема идет Бабуся Называется Бабуся Режиссер Вот кто Артисты Все здесь Говорится Вот я просто Показать Это фильм Его можно Посмотреть Здесь он Взять Просто подробно Все это О фильме Какие Дают Отзывы И дальше Россию Для мирового Правительства США Что такое Вот здесь тоже Откнуть Вот она Открывается Так и откроется А сколько Так это Четвертая страница А вот она Первая Первая Открывай Вот она Как выглядит Иуда Бен Гур Кама Гридеши С Питером Истином Вот это Кама Гридеши Иисус По Евангелия От Луки Я легенда Это спрашивает Что смотреть Впереди Дальше Вот Ну Что они делают Спрашивают Какие именно Фильмы Вы советуете Я и говорю Я легенда Иеремия Исфирь Искупление Иосифь Давид Авраам И другие На библейские темы Я Давид Джейн Эйр Крейсер Соната Дальше Отвечаю Вот По прежнему Считаю Наилучшие Экранизации О жизни Христа Фильм Иисус По Евангелию От Луки Это я говорю Режиссера Джона Хеймана Исполнитель Главной роли Брайан Дикон Фильм Очень близок К реальной жизни Вы ощутите себя В Палестине Начало нашей эры Чтобы добиться Наибольшей достоверности Специалисты Тщательно изучали Архитектуру Обычие Одежду И даже пищу Той эпохи Натурные съемки Производились В Израиле В тех местах Где разворачивались Описанные В Библии события В съемке Приняли участие Более пяти тысяч Арабов И израильтян И самое главное Каждое слово Произнесенное Иисусом Взято только Непосредственно Из Евангелия От Луки По синодальному переводу 1876 года На русском языке Вот это иногда бывает Искажает Приводит неправильно Здесь все точно Фильм переведен Более чем на 500 языков Народов мира Более одного миллиарда Людей смогли увидеть Его на своем родном языке Новые варианты Озвучивания Подготовили лучшие Актеры России 35 человек Только указаны И среди них Ульянов Михаил Фильм Цветной Продолжительно 120 минут Лучший фильм Про начало христианства Считаю Уда Бенгур 11 Оскаров Получил Экранизация Романа История Христа Написана Генералом Лью Уоллесом Режиссер Уильям Уайлер Задействовал Чуть и не все Население Земного шара На главной роли Были приглашены Актеры из Израиля Ахайя Харарит Уэльс Австралии Ирландии Англии Австрии Италии И лишь четверо Из Америки Аристократы Все Европы Включая Русскую княгиню Ирину Васильчикову Играли римских патрициев В массовке Снялось Несколько Итальянских деревень Во время проб Было отобрано 50 тысяч человек Из них 15 тысяч Для одной только Сцены Скачек Итальянские женщины Прислали 160 килограмм Волос Для изготовления Накладных Борот и париков Продолжительность Фильма 213 минут Полезно Посмотреть Фильм Кама Гридеша По роману Генрика Синкевича Лауреата Нобелской премии Режиссер Мэрина Лерой Продолжительность 170 То есть я Просто показываю Какие И далее Вот Игорь Третьяков Говорит Соглашусь С перечнем Приведенным Игнатием Тихоновичем Эти фильмы Мне тоже нравятся Добавлю к перечню Фильм Мэйла Гибсона Страсти Христов Я знаю Что не всем Он понравился Но в нем Мне нравится Если не все То конкретно Серьезность И трагичность Подхода В последнем 12 часов Мои жизни Христа И так далее Видите Другие Какие отзываются Тут Игорь Показывает И так Это одна только страница Это что значит На наш Форум Заходите И вопросы Задавайте сюда Потому что я ни вконтакте Не бываю Ни в одноклассниках У меня открытые странички Там есть И даже не по одной Живой журнал есть Его ведут там Ну мои материалы ставят И твиттер И фейсбук Еще только нет Я нигде не бываю Не бываю И поэтому Модераторы перекидывают Вот один раз Говорит Больше ста писем пришло Видимо за ним Больше ста Я ни одного Не знаю Не вижу Люди ждут ответа Прошу Заходите на Православный форум Сюда Вот где я показываю Тут я могу Ответить Ну Следующий день События дня Ну и показываю Что у нас тут Это Православный видеоканал Очень удобно Искать Плейлисты Четыре тысячи Примерно уже Семьсот у нас Видеороликов Точно не знаю Узнаю Когда уезжать буду Вот Каждую неделю Я отсылаю В другое место Увозят Бывает в других городах Ставят Люди работают Закачать Один ролик У меня закачивается До шести часов Где я их поставлю А их бывает Иногда За неделю До больше Двадцати роликов Вот Я даже могу Сказать Вот конкретно Сейчас покажу Чтобы это Представление Хотя бы имели О том Как Это библия Поисковики Вот Номер сорок семь Это по номерам За каждую неделю Это было Что Сорок гигабайтов И девяносто четыре файла За неделю Было Это до Первого Мая Мая А вот Номер сорок восьмой Это уже До восьмого Мая Тридцать один Один гигабайт За неделю Сто десять файлов Понимаете Какая большая работа Большая Огромная Так Номер сорок девять До пятнадцатого Мая Сорок и семь Гигабайтов Сто четырнадцать Файлов За неделю Ну где их обработать Соединять надо Я их не умею Отдельные папки Ну по теме Идет где Вот Номер пятидесятый До двадцать второго Мая Это за неделю Двадцать два Гигабайта И двадцать восемь Файлов Номер пятьдесят первый Отослал только вчера До двадцать девятого Мая Это Пятнадцать и девять Гигабайт И девятнадцать Файлов Ну сейчас Пятьдесят вторая Это будет до пятого Уже Июня А за ним Следующая неделя Уже потеряем Встречу Затруднительно Будет Потому что Там Слабо Не тянет Или как ответить Я не знаю Как Назвать Это наш Видеоканал Видите Какой он Как оформленный Я ничего не делал Это все делают Специалисты Ну и Самое ценное Я так считаю Это Из всего Из всех ресурсов Это Во свете Библии Православный Библейский сайт Здесь Моим голосом Насчитанная Библия Двенадцать томов Златоуста Двенадцать томов Жития святых Пять томов Добротолюбия Все здесь Вот Звук и видео Только нажми И вот я нажал И вот звук и видео И вот здесь Все говорится Что есть Около Пятидесяти книг Концерты Документальные фильмы Все здесь есть Чтобы показать Как это Много Значит Вот Жития святых Двенадцать век Вот я ткнул в них Вот уже открылись И вот Они выбраны у меня Из всех Томов У Димитера Ростовска На каждый день Свои Жития там Разные века Я выбрал Из двенадцати Три што шестьдесят пять дней Выбрал первый век Вот он получился Вот это вот Означает Одна дорожка Один файл Два часа Пять минут И вот считай Сколько Во втором веке Поменьше В третьем Побольше А в четвертом Самый вот Эта церковь Получила свободу Монашество И вот здесь Столько Каждая вот эта Цифирка Ну она Под номерами идет Указывает На То Сколько здесь Дорожек Ну вот там внизу Каталог На жития святых Узнать где На какой дорожке Вот я воткнул И вот теперь идет По всем векам По каждому дню А справа Здесь Сколько Страниц В этом житии Вот я провожу 1173 Строчки Какого числа По старому стилю Какой номер файла Как звать Жития Святых И Подложительное звучание Вот такой работы Нету нигде В мировой сети Нигде Повторяю нигде Это не просто уникальный А супер уникальный Притом здесь я Оригинал Имя Дмитрия Ростовского Но в нем Кое что еще не было Но Патриархия Выпускала Настольные книги Священнослужители В втором Третьем томе Краткое содержание Ну спросите Вот Дмитрий Ростовский 1173 жития Да этой цифры Никто не знает Почему Я люблю А кто-то Он не признает Жития святых Ну как я не признаю Когда потратил столько лет На это Я сравнил С тем что есть Вручную все это Никаких компьютеров не было И оказалось Что у Дмитрия Ростовского Не хватает То есть Новые поступили 174 жития Они более краткие Из настольной книги Священнослужители Они у меня тоже Здесь помещенные И каждый век Начинается с новой Катушки Вот она А дальше Которые оставались Там что-то День святой жизни Григория Иоанна Златоуса Зрелища От Василия Великого То есть И святых отцов Дорожка Если не написано Надо Новый век Начинать Вот я тогда Его дополняю Святыми отцами И вот четвертый век Вот я перевожу Только Вот посмотрите Вот сейчас Перетяну опять Маленько Видать будет Или нет Какой файл Это один век Это моим голосом Насчитано Это Бог дал мне Этот талант Любви К святым И вот они у меня Все здесь Это все четвертый век Вот я буду Быстро передвигать Это один четвертый век О Пожалуйста Вот кончился Ну и довольна Вот увидели Заходите на наш сайт А потом на форум Вот сюда И задавайте вопросы Вопросы задавать Зарегистрироваться Очень легко Ну просто легко Даже не выскажешь Насколько легко Тут потрудились Все помогали Вот Ну и на этом все Во славу Божию Зарегистрироваться